Привет, дорогой! Привет, Артур Георгиевич! Привет, 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 Андрей! Я очень рад тебя видеть, хоть мы и находимся все на карантине, так называемом, да, но с такими людьми, как ты, всегда приятно увидеться и пообщаться. Я думаю, что очень многим будет интересен сегодняшний эфир. Как твои дела? Что у вас происходит? Ты где сейчас находишься? Ну, так получилось, что я оказался, в общем-то, можно сказать, отрезан от винодельни. Я вернулся с Абербаши как раз в конце марта, буквально за день, за два, до введения всех вот этих ограничительных мер. И получилось, что я остался здесь, в Москве. Вот, и, честно скажу, уехать туда не могу, потому что там, ты знаешь, что у меня нет регистрации в Краснодарском крае. И так, поэтому, если я прилечу туда, приеду, меня сразу поместят на две недели в какое-то там место, где меня будут обсервировать. Вот, поэтому. Ну да, не стоит. Ну, вроде бы сейчас, на следующей неделе уже должны быть какие-то послабления. Ты знаешь, я тоже надеюсь, потому что я как раз всю основную работу по подготовке вин, по купажам сделал в марте. И, собственно, сейчас ребята там команды мои отрабатывают, это все, мы каждый день естественно на связи. Но уже назревает пора ехать и уже по новой все пробовать. Это, конечно, у меня уже начинает немножко нервировать. Ну, там пока без тебя справляются, люди же там есть. Конечно, да. Там же у нас же команда под руководством Влада Мойсиной, там у нас еще ребят четверо, поэтому там сейчас работа вовсю. Мы сейчас бутилируем вина, так, вовсю сейчас разливаем как раз. Слушай, ну, давай вот уже народ более-менее собрался, еще будут к нам подключаться. Я бы очень хотел бы поговорить с тобой на тему того вообще, как пришло в голову тебе заняться виноделием, откуда это появилось. И вот если бы ты рассказал бы, было бы очень-очень интересным всем. Ой, вообще-то это, как всегда, эта история-то непростая и путь такой довольно затейливый. Когда получилось так, что я еще из советского прошлого, из студенческого, ну, кто начинает с разного алкоголя, я почему-то начал с вина. Вот так вот, неожиданно. Мы были еще студентами, и мои, помню, первые вины, которые я пробовал, это были румынские вина, мурфатлар какие-то, потом болгарские вина, там, в общем, ну, такие. И почему-то уже тогда считали, что я что-то понимаю в вине. Ну, ты знаешь, понимаю, то есть я покупал не портрет, а покупал вино, которое было, ну, полусухим, наверное, или там что-то типа. Ну, а к старшим курсам я уже знал слово «вози зубами», так сказать, у нас стоило там, сколько там, я уж не помню, 2,70, по-моему, бутылка. Вот, потом, когда ты сам помнишь, все-все границы открылись у нас, в начале 90-х тут появилось много чего, и много чего попробовал. И в конечном счете все равно пришел к вину, и, в общем-то, стал его, скажем так, не знатоком, но, по крайней мере, стал его нормально употреблять. Естественно, прошел молоко любимой женщины, через него все, наверное, по-моему, проходили. Вот, но потом потихоньку, как-то более-менее вырулил. Вот, и, честно скажу, немаловажную роль в этом деле сыграл Павел Швец, как ни странно. Получилось так, что случайно был приглашен на одно мероприятие, которое Павел Швец организовал в ресторане в одном, тут недалеко от того места, где я жил. Это были какие-то так, ну, некий прообраз энагастрономических ужинов. И вот мне так понравилось, и посетил я, по-моему, там еще пару раз был на его этих ужинах, вот, где уже так более, ну, скажем так, более близко познакомился с вином. И, собственно, с этого началось более-менее серьезное такое изучение. И начал, я где-то примерно год 95-й, может, вот у Паши сам нас спросили было, когда он там этими делами занимался. Ну, в общем, где-то вот, был у меня где-то годы, наверное, еще, ну, там, несколько лет, когда я как-то самосовершенствовался. То есть, читал какие-то книжки доступные, пил разные вина. Вот. А потом, в силу того, что склад у меня ума такой, как бы, инженерный, я подумал, ну, наверное, для того, чтобы понять, почему вино имеет вот такой вкус, а не такой, а у этого другой, надо просто взять его, сделать и понять, как вот, как элемент, там, скажем, изготовления вина влияет на его вкус. И тогда я становлю большинство на таком. Так мне казалось тогда. Вот. И это был, наверное, уже, это уже было довольно-таки, это был 2004 год. Я поехал на базар, купил там, не знаю, килограмм 50 красного винограда, 50 килограмм там белого и сделал. В общем, был очень горд собой. Попробовал я в 2005 году. Получилось, ну, что-то среднее между квашной капустой и уксусом. Ну, в принципе, я был очень горд. Но понял, что, в общем-то, наверное, не все так просто. И вот, собственно, это было, с той поры, я каждый год винифицирую вино. То есть, ни одного не пропустил, поэтому уже, считаю, опыт уже такой, 15 урожаев, в общем-то, за плечами. Вот. Ну, а дальше начало... А дальше получилось, что ты психанул и сразу две винодельни запустил. Нет, между... На самом деле, здесь, на самом деле, здесь, между прочим, был пропущен очень интересный и важный в моем становлении этап. О нем Руденко помнит. Это у меня же был виноградник в Подмосковье. Причем у меня там был довольно большой виноградник. У меня где-то было, не знаю, кустов 500 винограда в Подмосковье. То есть, такой, жуковка-крю такой, в общем-то. Рублевка-крю такой, знаешь, в общем-то. Вот. Это я увлекался, когда понял, вот первый же год, когда я сделал вино из винограда на базаре, я понял, что, в общем-то, это неправильно. Это какой-то неправильный виноград был. Я-то нормальный винодел, а виноград был неправильный. Вот. Ну, и уже стал изучать более, так скажем, детально, какой виноград нужен, что нужно. И потом, наверное, его надо выращивать. Ну, вот, и стал спросить, какие сорта можно вырастить в Подмосковье. Вот. В общем, много чего перепробовал, там разные сорта, познакомился с очень, с кучей интересных людей. Вот с той порой, кстати, у меня осталось очень много знакомых среди вот этих вот наших виноградов, виноградовской науки, этих там, как это называют, бридеры такие, кто выводит сорта. Так, виноградники остались у тебя в Подмосковье? Келекционер, да. ты знаешь, у меня осталось, ну, кустов 10, наверное, винограда. Так, где-то. Растет? Растет, да. Вот. А что делаешь из него? Не, не, на самом деле, он так растет, в принципе, так птички его едят, я иногда съем там, в общем, ну, так украшает. Вот, а когда всерьез этим занимался, то были разные у меня сорта, и американские, и российские какие-то там гибриды. Вот, и потом, когда я уже так, как бы, наверное, это где-то, где-то с 2006 по 2012, наверное, там, вот это вот так было активно, вот там, я участвовал во всем. Я даже ездил на конференции, которые проводила, есть такая ассоциация, винограды, виноделы в северных странах, и вот у них там в Канаде была конференция, в Германии, там американцы, там, там дела, так сказать, заведуют этой конференцией, вот, и, собственно, побывал в Канаде, посмотрел, как у них там, это северное их виноделие, познакомился с их сортами там, различными, вот, кое-какие у меня сорта остались с той поры. Вот, и, собственно, вот этот этап, он был. И вот, когда я уже стал делать вино из винограда, которое у меня было выращено здесь, в Подмосковье, все-таки я подумал, что вот это вот укрывать виноград, раскрывать виноград, то вызрит, то не вызрит, какие-то сорта вызревают, но вино не получается, получается ли неинтересно. Я подумал, что, наверное, все-таки надо выращивать виноград там, где ему расти с подручнее, на юге. И, поехал, и поехал, и стал смотреть, то есть, собственно, это в конце 10-го года у меня, мне такая мысль в голову пришла, в 11-м я уже там ездил по Кавказу, смотрел, а нет, подожди, нет, напутал, в 10-м же году, в декабре я купил виноградник Соберважа, вот я сейчас Соберважа. Долго ты искал виноградник, потому что место-то очень необычное, это самая северная часть Краснодарского края, и ближе всего находится Краснодар. Да, на самом деле, вот логика выбора, она вот сейчас кажется очень странной, на самом деле. У меня в Краснодаре были знакомы, были друзья, которые могли там, если что, меня там встретить, отвезти, привезти, вот, и поэтому я думаю, так я поищу что-нибудь поближе к Краснодару, потому что прилетаю в аэропорт, вот если прилежу в Анапу, там, я там вообще ничего не знаю, никого не знаю, и делать мне там нечего. А в Краснодаре есть знакомые друзья, которые, в общем, если что, помогут. и, собственно, эти же друзья, они и помогли мне найти агентство, которое, ну, недвижимость, которое, в общем-то, ничего толкового не предложило, но познакомило меня с одним местным виноградарем, который знал другого, который продавал свой участок под Собербаш. Вот такая вот сложная цепочка, в конечном счете, это уже был мой, наверное, второй или третий приезд на местность с попытками что-то найти. Вот, и когда я приехал на Собербаш, знаешь, какие-то соображения с север, юг, там, не знаю, какие почвы пригодны, непригодны, ничего не имело значения, я просто увидел вот этот вид, увидел вот этот вот переду, и понял, все, вот это мне нравится, все, вот здесь я хочу быть. И, собственно, и все. И вот так в декабре 2010 года я купил там вот этот участок. Слушай, Андрей, скажи, пожалуйста, а если бы отмотать назад, ты бы купил там же виноградарем? Да, наверное, да. Купил. Да? Так же. А посадил бы те же самые сорта, которые ты сегодня... Нет, конечно, нет, конечно же, ассортимент сортов был бы другой. Хотя, конечно, если честно, есть большой соблазн. Почему я немножко колебался, потому что у нас же есть сейчас второй участок под Анапу, ну, под рассветом. Там, конечно, теплее, заметно там. Теплее, и нет таких, нет такого страха, что зимой там будут морозы, что будут возвратные заморозки. Вот. И, в принципе, там, конечно, наверное, как-то ближе к цивилизации, море рядом. Но вот это вот уединение, вот эта вот прелесть Сибербаша, она, конечно, под Анапой такого нет. Там все-таки под Анапой, как коммунальная квартира. А там у меня, можно сказать, да. Очень аутентично получается. Так вроде бы обособленно, где ты находишься на севере, да, а приезжаешь туда, попадаешь в абсолютно нереальное место, такое, очень красивое, кстати. И вот твой стиль, твой характер, как раз, он вот передан на всей винодельне. Поэтому я напоминаю тем, кто к нам подключился, с нами вместе сейчас владелец винодельный Сибербаш, Андрей Куличков. За лучший вопрос, который будет задан Андрею, мы, я вам подарю свой авторский винный гид, где вина Сибербаша тоже есть. И, может быть, Андрей что-то захочет. Мы подарим бутылу, конечно, подаря вину, да, безусловно. Артургерыч, так что задавайте вопросы. Через тебя подарим, да, так что, в общем, мы готовы, конечно. С удовольствием, с удовольствием. Итак, у тебя на сегодняшний день какое количество в общем сложностей площадей на виноградниках? Сейчас какая история. Вот этот участок под Смоленске, где, собственно, вот о котором мы сейчас говорили, это 30 гектар. Но там 25 гектар виноградников. Потому что там есть неудобие, где посадить невозможно. Там есть место под винодельную, резервные площади, вот там под новую винодельную отведены. Поэтому 25 гектар виноградников там высажены. Мы вернемся на шаг назад. Вот хороший вопрос. Мне хотелось бы чуть больше ответить по поводу сортов, которые я высаживал тогда и которые бы... Да, да. На самом деле, вот честно скажу, конечно же, опыт приходит. И поэтому выбор был прост. Я не хотел сажать 100% европейскую классику. Потому что я понимал, что это не очень интересно было для меня. после того, как я познакомился за этот период северного виноделия с огромным разнообразием сортов, упираться там, не знаю, в 5-10 классических сортов было как-то, наверное, не столь любопытно. Ну и как-то вот подспудно, интуитивно, а я все-таки, ну, в предыдущей, так скажем, работе маркетологом был. Поэтому, в общем-то, чувствовал, что нужна какая-то такая новая идея. Она мне показала, что вот эти автохтоны это как раз то, что будет интересно. Но тоже 100% уходить в автохтоны боязно, потому что их мало кто знает. И, собственно, нужно было найти какой-то баланс между российскими автохтонами, между международными сортами. Ну, собственно, мы и с этого и начинали. А из российских автохтонов у нас какие были? Цемлянский, черный, сибирьковый, красностоп. На тот момент, в принципе, таких вот в питомниках особо больше ничего и не было. Потом мы стали искать, собирать уже другие сорта. А тогда, собственно, начали вот с этих трех автохтонов. Плюс, раз мы в Кавказе, на винодельных, на винодельных кавказских гор, потому что мы же прямо на Кавказе находимся, и горы перед нами. Поэтому как же без сепирави, аркоцители. А потом к ним добавили сики, сихихви. И у меня целая небольшая коллекция грузинских сортов есть. Ну, и европейские, ты знаешь. Что у тебя, подожди, давай так, по порядку. Что у тебя есть из неместных сортов винограда? Ну, то есть, не автохтонов. Да. Ну, у меня есть небольшой такой набор европейских сортов. Их можно пересчитать по пальцам. Это, в первую очередь, Кабернефран. Это Мори, Кабернефран, Карвина. Это Пиногри. Рислинг. Хотя Рислинг, между прочим, он больше, чем сто лет назад был завезен с Пиногри в Краснодарский крае, поэтому уже так скажу. Ну, вот, я продолжаю. Рислинг. Есть у меня болгарский рубин, вот этот, который, не биол, на сера. Немножко его есть. Да вот, по сути, из таких, с которыми я делаю вино, вот и все, основные сорта. Слушай, карвины нет ни у кого в России, насколько я знаю. Вот, ты знаешь, это... Пишут. Что пишут? Говори. Пишут, карвины в России ни у кого больше нет, наверное. Да, карвины я ни у кого не встречал. А оказалось, очень интересно, вот, скажем так, карвина, вот, если меня кто-нибудь спросит, как вы изучали, там, климат узнали, там. Я когда итальянца спрашивал, говорю, а у вас карвина, как вообще, какие морозы, ну, как оно? Да нормально, у нас там, типа, зимой, но у нас, типа, зима нормальная. Я говорю, ну, а температура-то какая? Ну, плюс 5 бывает, там, типа, холодно, да. Я говорю, ну, прекрасно. Вот, в общем-то, в итоге у меня в зиму с 14 на 15 год карвина выдержала заморозки минус 28. То есть, она, она, растение не погибло. То есть, естественно, урожая не было, ничего не было, то есть, все кладовые почки были, вымерзли, но растения стали живы, и, в общем-то, друзья, был крустын, их восстановили, этой карвины. Да у меня не так много, у меня там около гектара, карвина чуть меньше даже. Но она в чистом виде не делается. Нет, ну, не очень хотелось бы, а вот как основа наших купажа для нашего, вот этого флагманска вина, она очень хорошо подходит. Хотя мы, ну, естественно, мы ее винифицируем сначала в чистом виде, поэтому вот на этапах винификации ее можно у нас попробовать в чистом виде, вот, а уже потом мы ее купажируем. Кстати, вопрос, какой участок перспективнее Анапский или Смоленовский? На самом деле, перспективно, у нас же как перспективы, это может быть разное, вот, просто смотря в какую перспективу смотреть, если мы говорим о, ну, то есть, тут совершенно все понятно, Свербаш обладает довольно уникальным терруаром, как сейчас уже стало понятно, это и почва особенная, и это все-таки горы, где-то 150-200 метров над уровнем моря, и это больше перепад температуры, это южный уклон, начиная от юго-восточного до юго-западного, то есть весь, вот, поэтому там, конечно же, с точки зрения результатов, мне нравится больше, скажем, качество винограда для вина. В Анапе проще, все не мерзнет, там практически равнина, там все ровненько, спокойно, и там под Анапу у меня высажено буквально 6 сортов, но в больших количествах, то есть очевидно, в Смоленской делаем топовые вина, а в Анапе будет в принципе больше, ну, такой уже, скажем так, более массовый вина для более массового производства. Хотя, честно скажу, думаю, что ракоцетель и рисклинг там тоже должны быть хорошо получаться. Вот так. Тут задают вопрос очень давно, я буду периодически переключаться, потому что вопросов много, и хочется, чтобы люди активно приняли участие. Очень давно хотелось спросить именно у винодела, у всех стран Нового Света есть одна, две сортовых визитных карточки, Чили-Карменера, Гентином Альбек и так далее, вокруг чего могли бы объединиться? Ну, сейчас, Акутин Георгий, ты сам понимаешь, что у нас, как наш Пушкин, это Красностоп, наверное, сейчас, вот, хотя, сейчас я замечаю такую тенденцию, и вот, Руденко, наверное, один из его рупоров, что идет небольшое разочарование Красностопом, что грубоват, что тонко из него вино не сделать, то есть, в общем-то, и его на щит подняли, потому что другого ничего не было. А у тебя Красностоп Анапский или Золотовский? Не-не, у меня есть и Анапский небольшой, небольшой участок, но в основном Золотовский. У меня, собственно, все автохтоны из питомника Новочеркасского, то есть, у меня они как раз прямо из ведерника все мои донские сорта. Вот, поэтому Золотовский, ну и, честно скажу, конечно, разница вот с участков заметная. Вот, может быть, там через пару лет я даже ради интереса сделаю два Красностопа, один из Паданапа, ну, так, значит, разные икрю, а второй из Смоленской, с тем, что можно было сравнить. Интересно просто. Слушай, ну, ты вообще, с учетом того, что ты экспериментируешь и те сорта, которые есть у тебя, мало где на винодельнике в таком количестве собрано, и я вижу некий такой очень правильный профессиональный подход с экспериментами. Понятно, что бизнес есть бизнес, но эксперименты никто не отменял, и у тебя, кстати, очень интересные вещи получаются не только моносортовые, но и бленды. Поэтому то, что у тебя происходит на винодельни, это очень радует, довольно перспективно. Спасибо. Ну, на самом деле, да, потому что, если честно, сортов много, и все-таки во мне еще, может, такое детское какое-то такое желание найти сокровище. Оно не угрозит. Гранатовый тоже у тебя есть, по-моему, да? Да, гранатовый есть, да. Ну, вот, интересно то, что по мере того, как, ну, не знаю, повышается, так, я, может, себя похвалю, повышается, ну, так скажем, опыт винодельческий, получается, так работать с винами. Те сорта, которые казались, ну, прям, казалось, вах, вау, вах, так сказать, сейчас мы сделаем хорошее вино, на нынешнем этапе я чуть-чуть, может быть, гранатовому слегка охладел. Ну, на самом деле, вин хороший получается, но вот вся, я посмотрел, сейчас вот у меня есть как раз хорошая возможность, вот я в марте как раз дегустировал все свои вот эти сорта советской селекции, гранатовый, рубинозоз, одесский черный, вот, рубиновый мугорача, вот у них есть общая такая тенденция, это все-таки все такие довольно мощные сорта, с хорошими, с хорошими тонинами, с хорошей окраской, видимо, всех, так сказать, и всех виноделов, видимо, тянет иной раз сделать что-то элегантное, понимаешь, такое, какое-то элегантное красное, не просто там какой-то пустой красный, а вот какой-нибудь такой вот, у меня же сам понимаешь, у меня в качестве некого эталона есть хорошее бароло, где вот у тебя вот как, ну, как вино, когда у тебя оно и, может, современное бароло, которое может быть, наверное, еще и таким, как он немножко, таким вот, и открытым, а потом ты чувствуешь мощнейшую такую тонинную структуру, которая у тебя там потом появляется. Вот такого типа вина хочется научиться или там найти какие-то сорта, чтобы делать такие вины. Вот пока, теперь такая идея. Скажи, а сильный контраст между тем, что ты у тебя в Италии и то, что здесь, очень сильно разнится, ну, вообще по всем параметрам, и по бюрократической составной, и по вообще, как бы климатическим условиям. Понятно, что так оно и есть, и я просто хотел бы, чтобы ты сам бы озвучивал, насколько сильно разнится это все. Я могу сказать так, вот что удивительно, вот расстояние по широте между итальянскими виноградниками и... Артур Георгиевич, а помнишь, мы с тобой говорили, что сегодня мы не чай пьем, а вот... А, да, точно, 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 да, слушай, точно, точно. Сейчас, сейчас сделаем. Вот, смотри, вот по широте, как вот я задался целью, 30 километров у меня разница по виноградниках в Лобьёке. То есть по широте это практически одна и та широта. Но там, конечно, видимо, все-таки средиземноморский климат дает себе знать, там и вегетация начинается существенно раньше, и зима мягче, поэтому там, конечно, суммарно тепла больше. даже несмотря на то, что Пьемонт, а Пьемонт – это Сибирь итальянская. Вот, что касается бюрократии, то в Италии своей бюрократии хватает, но она очень там, как сказать, она очень организованная. То есть все знают правила игры, эти правила уже до тысячи лет там не менялись, и все знают, как, куда надо идти, что надо делать, и, в общем-то, ну, это не доставляет, конечно, особых неудобств. И, что самое главное, там нет вот этого избыточного количества каких-то ненужных там сертификаций, проверяющих над проверяющими, там, какие-нибудь супер, там, какой-нибудь надзор, надзор еще чего-нибудь. Вот там, конечно, с этим, у них есть свои контрольные всякие службы, но не в таком, конечно, количестве. Скажи, а вот законодательно там легче делать вино, чем здесь? Да, конечно. Нет, там намного легче, потому что, ну, просто там нет вот этой системы EGARIS, и все, на этом можно ставить точку, потому что более... Она же появится, насколько я знаю. Но она не EGARIS, она ни в коей мере, там же нет ни счетчиков, там нет, тут они не лезут никуда, они лезут только в мутилирование, и все, когда ты ставишь марку, и все. А вины, которые без вот этой фашеты, без марки, там они вообще делают, что хочешь, вот этот вин до Таула, там вообще никому ничего не отчитываешься. Мы еще поговорим по поводу итальянцев, давай мы вернемся в Собербай, замечательное место. Давай. Значит, по поводу сортов, тогда мы... Я бы сейчас все-таки, наверное, с Сибирьковой бы, наверное, не стал бы высаживать, с Цимлянским черным, наверное, тоже бы подумал. А некоторые сорта у меня просто сами вымерзли. Вот, например, у меня там был Пинануар, у меня был, который... он вообще зиму не перенес с 15-го года. Вот, так что... Но у тебя с каждым годом меньше сортов становится, и те сорта, которые тебе больше нравятся, они, по сути, остаются? Конечно, да. Сортов становится... в коллекции становится немножко больше, я так ротирую там, коллекция, она не растет, она не растет, не уменьшается где-то примерно, ну, наверное, так, сортов 40 в коллекции. Но вот ассортимент, он потихоньку-потихоньку снижается, потому что... у него, сам понимаешь, для того, чтобы... Да. Я отмечу, что это мой любимый, скажем так, абрикосовый бренди, самый лучший, на мой взгляд, это Get Not Toon, и я просто подарил бутылку Андрею, ему очень понравилось. мне очень понравилось. Теперь я тоже... Я теперь знаю, что тебе дарить. Спасибо. И, соответственно, мы решили, что в этом эфире мы будем пить именно Get Not Toon абрикосовый, поэтому если у кого-то есть, тоже присоединяйтесь, если нет, приезжайте к нам в пенотеку, сможете приобрести. Тебе оно очень понравилось, да? Да, очень-очень классно вообще. Тут просто в удовольствие. Честно, спасибо огромное, Артур, за такой подарок. Дай Бог, на здоровье, на здоровье тебе. Эх! Ты так грустно сказал, потому что мало остается у тебя, да? Да. Да. Давай. О, прекрасно. Вот, ну и поэтому, собственно, возвращаясь к сортам, я прекрасно понимаю, что должно остаться, в конечном счете, вот у меня 10-12 сортов, не больше. Дольше сажать ничего не будешь? Ну, если честно, я продолжаю пока высаживать, если честно, только, ну, я понимаю, сейчас все заулыбаются, все, скажем, вот смеяться, я высадил в этом году три гектара. Это между нами, это между нами. Да, 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 три гектара достойного высадил в этом году. Три гектара достойного. Сорт такой достойный. Я-то знаю, что такой достойный. Но ты высадил его только в этом году? Высадил в Поданапе, да, три гектара. Ох ты, ничего себе. Он хороший. Он хороший, да, я купил, я купил его прям непосредственно у этих, ну, это научные станции, они продают саженцы, я его не купил. Так что, в общем, вот. А из грузинских сортов что ты будешь делать, высаживать? Ну, если честно, мне очень, очень нравится. Мне вообще, если честно, нравится Аркоцители, нравится Сапирави. У меня, правда, есть сейчас такой, Сапирави его, ну, не знаю, то ли это клон Сапирави, то ли это другой Сапирави. Сапирави в Будушу Ресерби. То есть, это Сапирави такой с длинной ягодой. Вот. Он, конечно, дает более интересное вино. Вот. Есть у меня еще Аркоцитель черный. То есть, который вот редко где можно найти. Но вот интересный слой. Вот он как раз дает такие довольно деликатные вина. А где ты его взял? В Грузии? Да. У меня все грузинские сорта из Грузии. Но дело в том, что у меня там были возможности в свое время, еще когда не было так у них строго, побывать в Сагурамо. И там немножко, так скажем, ну, в общем, порезать черенки немножко, так скажем. Понятно. Ну, у тебя и Квеври есть, я знаю. И Квеври есть, да. Ну, Квеври, если честно, я вот поиграл в Квеври, и сейчас у меня какой-то такой, знаешь, как всегда, вот игрушку-то получил, поиграл, получил какие-то результаты, и потом нужно отойти в сторону немножко, чтобы подумать, хорошо или плохо. А ты не пробовал использовать армянскую технологию выдерживания виногринных куглов, глиняных кустей? Не, не пробовал, нет. А там абсолютно деликатное просто, там все удаляется и просто выдерживается на мизге, там все вычищается, никаких гребней, ничего. Особенно, что касается красных сортов винограда, но это мы с тобой потом уже поговорим. Да, но вот сейчас такой факт, я просто, мне нравятся вины, которые получались в Квеври, вот, но, честно скажу, конечно, очень трудоем. У меня, во-первых, объем маленький, у меня Квеври, но там 4 Квеври, 2 по 800 литров, а 2 еще даже поменьше. И вот, много вина не сделать, а вот... Ты, в принципе, хочешь сказать, что это не... Я обычно говорю, что производство вина Квеври, как правило, это очень ленивый способ производства. Это ты, наверное, очень глубоко как бы пытаешься залезть, посмотреть, чтобы у тебя были бы вкусы, ароматы, а в основном массе своей-то отдается природе, как бы, да, как оно произойдет, так оно и произойдет. Вот что выросло, как говорится, то выросло. Поэтому ты, наверное, очень заморачиваешься над этим вопросом. Ну, на самом деле, да, конечно, потому что все-таки интересно же контролирует каждый шаг. Но вот в Квевре я сейчас, вот взял, была пауза в прошлом году, вот, вот, в следующем году я вот, следующий рожай я продолжу работу. Вот, ну, уже, скажем так, меняются немножко опять-таки взгляды. И вот сейчас вина, которую я делал в 17-18 году, вот, я только вчера пробовал с Сапирави и Квевре в 18-м году, прекрасно, все прекрасно. Вот, но это, по объему, это вот, ну, у меня есть линейка такая маленькая, называется Грани. Это вот такие экспериментальные сорта, там, Квеври, подвяленый виноград. Но это вот небольшой объем производства. Все-таки для того, чтобы делать Квеври какое-то массовое вино, не получается. У меня, у меня площади нет, с Квеврия нет. Поэтому. Ну, массово достаточно сложно делать такое, я тебя понимаю. да. А потом даже... Тем более, чтобы оно все однородное было бы. Один тот же виноград в двух Квеври рядом, совершенно разное вино. Ты знаешь, да? Да, да, да. Абсолютно. Так. Один вопрос. Вы изучали свое родословное? Нет ли виноделов среди предков? Нет. Если Алекс не спрашивает. Я, честно скажу, знаю до прадедов. Знаю свое родословное. Ну, конечно, не было там никаких виноделов. А были все больше какие-то такие рукодельные детки такие, которые, в общем... Андрей, какой из ваших любимые, самые любимые, думаю, плечистик? Это задает вопрос Петров. Да, они все у меня любимые. А вот какие-то нравятся сегодня, какие-то понравятся завтра. Вот вчера мне понравился пирай, как я сказал, к Вевре. Плечистик интересное вино, не скрою. Но сейчас, вот если мы говорим о такой стилистике, мне гораздо больше нравится, у нас есть такой сорт Цимладар. Вот он как бы дает более... Ну, скажем так, если взять цимлянский черный, плечистик и цимладар, то внизу будет цимлянский, потом идет плечистик, и уже следующий, там, скажем, сверху над ними вот цимладар. Более насыщенное вино, что ли, более такое выраженное. Вот, кстати, я сейчас выразмножаю цимладару всегда сортно. Отмечают, что у вас на винодельни какая-то магия, пишут. Так, что означает на этикетке фраза авторское вино? Они ведь, по сути, все авторские. Ну, это была, скажем так, на этого... Сейчас уже мы так не пишем, уже, на самом деле, понятно, что они действительно авторские, но у нас была помощница моя, которая, ну, которая была такая, скажем так, такой полет фантазии. Вот ей хотелось вот так вот написать. Я не видел в этом ничего предрассудительного. Ничего в этом такого нет. Хотя, наверное, действительно, я согласен, что те объемы вина, которые мы делаем, и так, как мы их делаем, с каждой емкостью нянчимся, то действительно оно авторское. Слушай, ну, здесь это такой момент, на самом деле, действительно, то, что у вас небольшое производство, это понятно, и можно назвать каждую бутылу, каждое наименование, оно авторское по-своему. А что касается индустриальной темы, понятно, там выпускаются тысячами бутылок, миллионами бутылок, поэтому говорить там об авторстве не приходится. Там просто индустрия. Поэтому то, что написано авторское, я ничего предрассудительного не вижу, тем более, что это конкретно есть человек, это не крупная корпорация, не компания, это конкретный человек, который занимается производством этого вина, почему бы и нет. На эту тему можно, конечно, много разговаривать, но есть ли конкретные цели на этот год, пришлось ли их уже скорректировать с учетом ситуации? Ну, на самом деле, вы понимаете, как виноград, он для него нет никакой вида, никаких-то наших локаутов, он растет, и урожай будет, и, собственно, вино нужно будет делать. Вот это, кстати, проблема, которая, почему-то они, как сейчас, мало говорят у нас. Вот, например, в Италии все сейчас виноградари, все озабочены тем, как освободить емкости к новому урожаю. И, собственно, по примеру, Франции пытаются надавить на правительство, чтобы та выкупила у них излишки вина, которую они не сумеют распродать. У нас почему-то все молчат. А ведь действительно, сейчас не было продаж, уже в марте продажи пошли на спад, в апреле продаж не было, сейчас в рестораны не откроют, а у нас 70% продаж это хорика. Вот, и дальше, я знаю, и, собственно, не один я так взять там того, что у моего соседа Гунько, там другие ребята Узуновы, они все продают в основном в хорику. И получается, что сбыта не будет, и еще непонятно, как будет ли сезон, будет ли ресторан, как они откроются, пойдут ли люди. И поэтому есть шанс, что какие-то запасы вина переходящие останутся, а тут новый урожай. И для того, чтобы его принять... Я даже видел, что сейчас в Европе большие проблемы, с учетом того, что нет рабочей силы дешевой, которые приезжали из Румынии, с разных, в Восточную Европу. И в результате просто продукт, там, помидоры и все остальное сейчас просто остается на полях и погибает. продавать его невыгодно абсолютно, тем более брать людей ниоткуда. Поэтому такая вот очень сложная ситуация. Непонятно, что будет дальше. Мы это, наверное, будем во второй половине этого года ощущать. А у нас нет таких. Ну, смотри, мы как, у нас и наши бригады, они же всеместные, мы не работаем с перевозными, хотя знаю ряд хозяйств, и наверняка ты знаешь, которые особенно там крупнее, к ним есть, приезжали ребята из Дагестана, у них уже хорошая кооперация с Дагестаном, и вот не смогли приехать дагестанцы на работу, и тоже проблема. Это проблема и для виноделина, и проблема для дагестанцев, потому что они лишили заработка, по сути. Но у нас этого не коснулось, поэтому виноградники у нас высадились вовремя, у нас в этом году тоже были посадки, вот, а сейчас идет обычный уход за лозой, ну, вот, готовимся к урожаю, а что для нас готовится? Для нас это означает, как можно больше забутилироваться, забиваем склад, сейчас просто работаем на склад. Вот, по максимуму забьем склад вином, а там, собственно, чтобы освободить чаны, потому что виноделие, виноградовство, это одна сторона, продажи, это другая сторона, но и, собственно, если нет продаж, а виноград все равно будет, никуда, дай бог, если погода будет нормальная, то, в общем, вино все равно. чистый склад, чистая совесть. Ну, да. Здесь, кстати, спрашивают, дубовик делал шикарный, достойный, у меня винные бокалии, еще есть 16 бутылок продаж достойного, ну, это очень хорошо, это так же, как плов всегда разный, сравнили хорошо. Сори, виноградарство, сорт виноградарства вранец, не пробовали высадить на участках под Краснодаром? Не пробовали? Не пробовали? Какие вино у вас сейчас самые популярные? Ну, на самом деле, если честно, популярность у нас, она такая, я как могу судить, тех, тех, тех витей, на которые у нас на складе кончились, вот они, значит, самые популярные. У нас сейчас на складе кончился наш красностоп резервный 16-го года, его нет, афа резервный 16-го года тоже на складе нет, вина полностью раскуплены. Из таких, скажем так, нашей классической линейки, у нас очень хорошо продается Сибирьковый, Иногри, хорошо продается наше красное вино Адау. Вот эти вины, наверное, сейчас такие, самые ходовые. Ну, и Аврора, конечно, но сейчас не сезон, а так вообще Аврора летом у нас розовое вино наше очень хорошо продавалось. Очень хороший вопрос. Расскажите, как у нас в стране обстоят дела с молодыми виноделами. Я так понимаю, Влада Мосина как раз из тех, кто вот только окончил ВУЗ. Проблемно ли приспосабливаются люди к реальным моментам? Ну, я хочу сказать, что на самом деле так, опять же таки, наверное, если не похвалишь себя, то у меня уже второй помощник работает, со мной работала Наташа Дынникова, и она после, так скажем, поработала со мной три года, она там сделала сейчас хорошую карьеру, вот могу сказать, что, наверное, дала хороший такой багаж, что она потом поработала и в Крыму, и за границей, сейчас она, насколько я помню, в Абрау-Дюрсо выходит и там, в общем-то. Вот, Влада пришла ко мне тоже, но и такая прям из университета, еще такая робкая, и вот с ней работаем уже, ну, два года будет скоро, вот, и я вижу, как она как специалист растет, набирается опыта, и с ней уже становится гораздо легче, то есть для меня вот получается, что передавать знания, это даже интересно, это, ну, работать с молодыми помощниками как-то же весело, задор появляется, в принципе. А чувствуется разная рука? Ну, дело все в том, что рука-то одна, потому что, в общем-то, виноват делаю я, они выполняют роль помощниц, но, конечно, у каждого там характер разный, а самое главное, что мы с помощниками дегустируем вина, делаем купажи, и здесь, конечно, у каждого своя способность дегустиционная, вот, поэтому здесь, конечно, чувствуется разница, вот, поэтому. Ну, а давай за молодых виноделов, за то, чтобы всегда были бы именно позитивные люди, которые свою правильную энергию передают вину, независимо от того, что ты являешься, как бы, главным, все равно их руки притрагиваются к этим винам, поэтому это очень важный момент. Продолжай, пожалуйста, рассказывать про то, какие эксперименты ты делаешь, в каких бочках удерживаешь. Да, кстати, понятно, что сорта это одна тема, и вот, заканчивая сортами, у нас еще есть, кстати, вот, по площадям. Много раз сейчас информация, старая информация, новая, вот, из первых, так скажем, рук. у нас сейчас 25 гектар из 30-ти, под Смоленска, в Сибирбаши, под Анапой, у нас сейчас находится, вот, под Раевской, 60 гектар земли. 60 гектар, из них 36 высажены. Соответственно, там есть, там 60, то есть, там 60, и там 30, у нас 90 гектар, получается, в принципе, земельный банк. Вот, высажено, там 25, почти 24, тут 36, соответственно, получается 60 гектар виноградники высажены. То есть, мы, честно скажу, метим объем производства, на который мы хотим выйти, где-то, ну, там, за полмиллиона бутылок. То есть, вот, где-то я рекомендую, там, на 500-600 тысяч бутылок в год мы хотим со временем выйти. Но, делать это будем по шагам, потому что, в первую очередь, надо продавать. Сделать ты сделаешь, а дальше ты чувствуешь. делать. То есть, вот. Ну, да, есть такое. Поэтому, с одной стороны, вот, с такими планами мы уже будем не совсем, не совсем маленькой винодельней, ну, и, конечно же, не мега крупной. То есть, как раз тот самый размер, который позволит и, в общем-то, обеспечить достаточно денежных поступлений, но, с другой стороны, сохранить вот этот, ну, скажем, практически авторский подход. А сейчас винодельня, винодельня на какое количество бутылок рассчитан на производство? Ну, вот, в том объеме, который у нас сейчас есть, в тех площадках 200 тысяч мы сделать там можем. Вот умрем, но сделаем 200 тысяч. Больше нет. Но нам надо новую винодельню строить. Она и в проекте есть, но это вот к вопросу, возвращаясь к организации, там, скажем, этих бюрократических процедур. У нас настолько все неформализовано, что я не могу получить разрешение на строительство, даже из-за того, что не могу перевести в землю, она у меня сельхозназначение, но она одной категории, а надо перевести в другую. Вот только вот из-за этого формально-бюрократического трюка я не могу получить разрешение на строительство нового винодельня. Андрей, расскажите свое мнение о сорте голубок. Всегда неоднозначная реакция потребителей. Честно скажу, он мне чем-то мил. Особенно голубок очень нравится нашим барышням виноградаршам из полевой бригады. Он, правда, действительно хорошо выглядит, бодро растет, у него такой крупный лист ярко-зеленого цвета, гроздик ягод, примерно сантиметр в диаметре, такой крупный. То есть он реально красивый. С точки зрения винодельческих практик, у него очень интересный вкус, аромат. И, в принципе, вот я знаю, из него можно сделать вообще прекрасное вино с вкусом копченой колбасы. Он будет. Вот, конечно... Такой чернослив, колбаса копченая. Колбаса с черносливом, да. Он входит в купаж у нас, входит в купаж нашего Адао, и, честно скажу, вот он добавляет вот эти тона копчености, сразу хочется шашлыки, горы, шашлыки, река горная, девушки, веселье. Но виноград, из него не сделать великого вина. Ну, вот, как, скажем так, вот купаж к какому-то, скажем так, сорту, да, он очень хороший. Но, если честно, подглядел, как говорится, подглядел у товарищей по цеху, есть у него, у Голубка в родителях Адесский черный. И вот я попробовал вино из Адесского черного, решил у себя тоже вот этот сорт попробовать. Вот сейчас у меня есть небольшая, так скажем, деляночка Адесского черного. Может быть, я потом от Голубка перейду к Адесскому черному, потому что тут все-таки немножко поблагороднее, скажем так будет. Вот. Но пока Голубок свои функции выполняет, он у меня входит в купаж. Игорь Кульсенов из Сочи задает вопрос. Игорь, приветствую, кстати. Андрей, краевые власти помогают вам в продвижении вашей продукции? Была же, кажется, договоренность с федеральными властями о выделении специальных мест на полках магазинов? Ничего про это не знаю. Вот, честно, первый раз слышу. То есть, вот я довольно хорошо общаюсь с нашим управлением по винограду и слиноделию. Такой информации от них не поступало. И даже от нашего СРО тоже не было такой информации. Может, я просто в горах там у себя сидел и все пропустил. Но, честно скажу, вот в тех вопросах, которые они могут помочь, вот, допустим, как с пропусками, нам помогли, у меня нет... Ну, я очень хорошо отношусь к нашему управлению. Вот. Ну, а про это информация не слышу. Александр Пустыня задает вопрос. У вас же Квеври есть как успехи в этой стилистике? Ну, мы уже поговорили на эту тему. Нет, Квеври есть. Стилистика нравится, но вот мне, Артур, тебе не нравится. Ну, вот, поэтому я и не стал... Обиделся, я и не... Расстроился, плакал, но все, ну, вообще не стал делать на следующий год. Ну, это очень специфично. Бывают, конечно, очень интересные экземпляры. Андрей, вы не делаете игристы, и вы, Ирина, нет планов, или это принципиально? Вы знаете как, я вообще, была бы моя воля, я бы, наверное, делал бы их прям вот много. Проблем две. У меня есть один опыт. Я сделал пятнат, но я его сделал очень правильно. Сейчас даже книжку так быстро не найду, но у меня такая была правильная книжка, где было написано, в какой урок трубить, куда что зарывать. Вот, сейчас у меня этот пятнат зарыт, реально зарыт, в землю, в землю зарыл его. Вот я его раскопаю, приеду, смотрю, как там. И, в общем, ну, такой опыт был смешной. Хотим делать игристы, но проблема с площадью. У нас очень маленькая винодельная, причем вот сейчас она похожа уже на подводную лодку, потому что мы используем любой свободный угол и пространство над чанами, между чанами, вот, и разместить оборудование для игристого вина, и уж тем более там для классического метода. До строительства нового виноделья для нас это нереально. Построим, будем делать игристы. При таких-то морозах делаете вы айсвайн? А их нет, морозы. У нас морозы были, вот слава богу, что только серьезные морозы были в зиму с 2014 на 2015 год, и морозы, как правило, проходят где-то в конце января, в начале февраля. Вот конец января самая такая у нас критическая точка. А для того, чтобы делать айсвайн, нам нужно заморозить виноград где-то конец ноября, в декабре, а не позже декабря. А в это время у нас в декабре может быть плюс 16. Поэтому климат для айсвайна совершенно подходящий. В этом году вообще морозов не было таких вот серьезных. То есть, по-моему, даже больше минус трех у нас и морозов не было в этой зиме. Из линейки ваших вин какое особо вы бы отметили историю сделывания брожения, что ожидали и что получилось? Ну, наверное, все-таки, я так понимаю, что это скорее вопрос, может быть, трансформирован в некие такие эксперименты и какой-то новый опыт. Для меня сейчас явилась наша хихви 18-го года, которую мы сделали в бочках. Мы, скажем так, начали винификацию на мезге, потом сняли часть брожения шла на мезге, потом сняли с мезги, дальше дображивали в бочках. В бочках же прошла малолактика и вот выдерживался в этой бочке этот хих. Во французской бочке? Да, да, бочки у нас, у меня вообще французские бочки в основном, практически все. Бочки мы используем разные. У нас где-то примерно 6 разных поставщиков. И мы используем бочки разного объема и разного обжига. То есть здесь еще отдельная, скажем так, такая игра и подбираем, смотрим. И вот, собственно, этого, не скрывая, у нас 500-литровые бочки компании Трансо. Вот в них мы делали вот это хихви. Сейчас вот они, кстати, разливать будут завтра, послезавтра. Ну, вернее, пока там. Слушай, а удобно тебе, какие бочки удобны для тебя? Ты понимаешь, что объем бочки какой удобен? Мне удобнее 500 и 300. Вот так просто. В этом битоне. Да, 225, мы, собственно, это, знаешь, она, если честно, это вот, у меня этот Пушка с Игорем надел в объеме, он как-то мне так убедил, что 300 удобнее, чем 225, потому что 225, получается, она и воздействует интенсивнее, ну и считать сложнее. Если у меня емкость 3 тонны, 5 тонн, а 225, ну куда, ни туда, ни сюда. А так у тебя 3 тонны и бочки 300 литров. Все вроде как разливается ровненько. Вот. А будет ли строиться винодельно под Анапой? Если нет, то как в сезон будете доставлять урожай в Смоленске? Учитывая совсем не близкий путь. Путь близкий. Это там порядка 100 там с небольшим километр. Ну, если ехать на машине, на легковой, по пробкам, по всем там вот этим нашим не очень удобным дорогам, это 2 часа. Вот. Грузовик, пусть он там будет ехать 2,5 часа. А технология такая. На Анапе винодельню строить не буду, потому что сделать 2 винодельня абсолютно бессмысленно. Вот. И тем более там место так не могу сказать, что там оно не настолько красивое, как в Сибербаше. Поэтому в Сибербаше есть свои плюсы, тем более наличие города-миллионника, который не зависит от сезона, но есть свои плюсы в этом. Вот. Технология работы с виноградом такая. Собираем виноград мы собираем только в ящики. Ящики на палет, палет в холодильную камеру, виноград охлаждается. Вечером машина приходит, забирает его, охлажденный за 3 часа, допустим, ночью, вечером, поздно, за 3 часа его привозят к нам на винодельню, ставим в холодильную камеру, утром выходит, перерабатываем. Холодный, охлажденный виноград с утра запустили, до обеда перерабатываем, приходя вот эти виноград, которые привезли из Анапы, после обеда приходят наши, уже собирают с смоленских участков. И вот, собственно, вот такая технология, она уже отработана, мы уже так, не первый год, из Анапы, там мы же не первый год уже с виноградом работаем. Сколько у тебя человек работает постоянно на винодельне? Со мной 6. С тобой 6. А в сезон, когда сбор урожая, получается, сколько? А когда в сезон урожая, у нас же есть своя бригада, как ее, аграрная, там 20, это порядка 16-20 человек, там меняется, кто-то уходит, приходит. И мы просто привлекаем еще вот оттуда людей, они собирают, а ребята там и помогают разгружать, помогают на сортировке. То есть, в общем-то, вот. Добрый вечер. Добрый вечер, господа. У вас, по-моему, была коллаборация с пивоварами. Расскажите, пожалуйста, об этом пути. Да. Это был такой, ну, как бы, это не мой опыт. У меня просто, просто пришел, пришел Эдуард из компании, пивоварной компании Big Village Краснодарской. Очень, кстати, я у них был в гостях, очень милые ребята, очень хорошие, такая маленькая, очень чистая, прям очень стерильная пивоварня. И он говорит, а можете нам поставить сусло, прям сок виноградный? Я говорю, да. А для чего? Ну, говорит, мы делаем пиво, потом проводим вторичное брожение. Сначала пиво, а потом уже на этом пиве делается вторичное брожение и вина, и вот получается такой пивовинный напиток. Мы с ними это сделали, и вот у них они его продают. В общем-то, я не знаю, я, как честно скажу, видел в продаже, сам пробовал, а мне понравилось. Вот весь опыт. То есть именно понравилось? Мне вкус понравился, да, очень любопытный такой вкус. Честно скажу, оно же еще там немножко игристое, такое, в общем-то, шипучее. Вот, такое холодненькое, как что-то новое, ну, было очень любопытно, да. Копченая колбаса это очень точная характеристика по поводу голубка, это Сергей Невский пишет, как раз он задавал этот вопрос. Галла Новикова, да, вот такой вкус и любят 40% покупателей, голубок очень востребован. Артур Георгиевич, Андрей Валерьевич, я довольна, довольна, чего довольна? Довольно долго пришлось ждать зрителю одного из наших эфиров ответа на вопрос по поводу оценок. Светлана, давай мы, я специально эту тему оттягиваю, потому что у нас еще второй час и у нас есть о чем поговорить, поэтому сейчас, пока мы отвечаем на вопросы, для того, чтобы наши зрители не могли бы, ну, не копировали бы еще раз или отправляли повторно, поэтому я быстренько прочту все это дело, зачту и ответим, и потом переключимся на второй час и там обязательно будет информация по поводу того, какие оценки и что получает винодельня Собербаш. Ох, вот женщины, прям невозможно. добрый вечер из Сочи, Андрей, если есть карвина, должно быть апосемента, будет? Ну, вот, если честно, вот, кто помнит Афу 2014 года, еще у меня несколько бутылок осталось, вот, в том купаже использовалась подвяленная карвина, мы это делали однажды. Было очень классно, очень здорово, и моя мечта именно так и сделать, но мы что-то все последние годы не успеваем, то есть, просто нужно, нужно, ну, скажем так, собрать виноград, где-то его там положить в ящиках, чтобы он спокойно мог подвярлиться, вот, ну, у нас, во-первых, с площадями проблемы, во-вторых, вот в этой беготне, когда, в общем-то, ты уже там должен много чего делать, а мы уже все-таки о винодельне, которая, ну, как-то уже обязана соответствовать, и есть наши какие-то уже устоявшиеся вина, вот, и здесь приходится контролировать слишком много, такая вещь, как апассиамента, оно, ну, как бы, скажем так, откладывается на потом, а потом понимаешь, что не успели, ну, и ладно, значит, в следующем году, то есть, вот, с одной стороны, и хочется, но так как вещь не самая, вроде бы, как важная, ну, и, в общем, в конце, так, списка дел получат, что в этом году это вычеркивает, вот, как-то так. Так, отзывы о винном пиве были отличные, значит, в России есть он, пример, пока нет, Артур Георгиевич, когда эфир с ростовскими виноделами, я обязательно об этом сообщу, Андрей, какие сорта себя лучше проявляют на Собербаше, и на какие делаете ставку в райетке? А, ну, в рассвете, вернее. Но, скажем так, в Смоленской, так что, на самом деле, Собербаши то и другое, Собербаши под Смоленской, Собербаши под рассветом, поэтому мы называем для себя виноградники под Смоленской, виноградники под рассветом. Вот. Соответственно, действительно, климатические условия разные, разные сорта проявляют себя по-разному на этих участках, мне нравится, очень нравится, как получается у нас Кабернефран в Смоленской, очень интересно. Когда я привозил Карвину в Италию на анализ, итальянцы не поверили, что это Карвина, потому что она тоже была очень, ну, так, неожиданно тонинная, фенольная. Вот. Аркоцители, у нас там есть один участок, как ты увидел, такой чистый Мергель, юго-западная ориентация, Аркоцители, там молодой еще, но вот в этом году были, будет урожай, я думаю, что там будет очень все интересно. Вот. А что касается расцвета, в расцвете, там мне, мне очень нравится, там досталось, на самом деле, в наследство, там участок, два гектара, Кабернефран я бы сам не посадил, но там он есть и есть, вот мы его восстановили, очень любопытно получается, красиво, вот, ну, а так пока расцветия сказать более детально не могу, потому что, вот, был первый урожай, такой, из наших посадок в прошлом году, в этом году уже будет более-менее взрослый, все, и вот будем присматриваться. Еще раз привет, я напоминаю нашим подписчикам, зрителям, с нами сегодня Андрей Куличко, владелец винодельни Собербаш в Краснодарском крае и винодельни Лобиоко в Италии, в Премонте. Предприятие очень интересное, находится севернее, практически, ну, самая северная винодельня Краснодарского края, и... Артур Георгий, Артур Георгий, это ошибка, это ошибка, это ошибка, я не знаю, почему, потому что я вот, мне часто этот вопрос задавали, к вам так долго ехали, вы же самая северная винодельня, если честно, наша, наши виноградники, вот прям Собербаш, вот строго на широте Мысхака, то есть весь Таманский полуостров со всеми вот винодельнями, он, ну, формально севернее нас, то есть мы, по сути, находимся, ну, широта Мысхака. Широта Мысхака, но очень близко находитесь к Краснодару. Да, то есть мы находимся, мы восточные, мы восточные, но, но южнее, южнее всей Тамани. Южнее всей Тамани, круто, надо просто нарисовать как-то. Ну, я же, я же делал, да, мы уже не сей Тамани. Повлияло ли на ваши продажи глобальный, глобальный засвет вашего резервного Красностопа? Ну, безусловно, да. Конечно, повлияло, и вино, в общем-то, его уже нет на складе, его продано все практически. Ну, то есть, вот вино, вино хозяйства номер один не по тому, как ты ощущаешь, а по продажам. Это который? Какое вино? А вообще, как я считаю, если честно, ну, для меня таким вином явилось вот из тех, что было, это Красностоп резервный 2016 год. Вот тут отмечают, что Приазовский винный дом севернее в Ейском районе. Ну, да. да. Так, второй вопрос. Довольно долго пришлось, а это уже, который следующий я задам, как убедить человека, что хорошее вино не может стоить дешево ни в Италии, ни в России? Ну, если честно, лучше всего это прислать и направить к нам на винодельню, он у нас поработает и поймет, как это делается. Самое интересное, что большинство людей, которые говорят о том, что вообще в России нет виноделия, я говорил об этом 10 лет назад, но теперь уже не могу, у меня даже язык не повернется сказать. А многие говорят о том, что в России виноделия нет, виноград выращивать не умеют, делать вино не умеют и так далее. Так вот, для того, чтобы говорить об этом, нужно сначала приехать, посмотреть, убедиться в том, что действительно не умеют делать или же умеют, и тогда уже об этом говорить. Потому что, если вы прилетаете в Краснодар, не потрудитесь связаться с винодельной Собербаш, и если у вас, если Андрей примет вас, это будет очень хорошо, поверьте, что вы получите колоссальное удовольствие от того, что там делаются какие-то эксперименты. На самом деле, те эксперименты, которые проходят на Собербаш, мало где-то их делают, и те сорта, которые там есть, на них стоит обратить внимание. Хотя бы даже просто ради того, чтобы набрать знания о сортах винограда. Так, что у нас еще? Еще у нас как раз Игорь Кусенок задавал вопрос. Андрей, Джанфранко Сальдера говорил, я делаю натуральное вино, и если оно не натуральное, это не вино. Вы согласны с таким утверждением? И я бы от себя хотел задать тебе вопрос, как ты вообще относишься к натуральным винам? Что это для тебя? Да, если честно, я же вот сижу у себя на горе, и мимо, может быть, все вот эти какие-то современные разговоры, тренды до меня не доносятся. Я для себя должен понять, а что такое натуральное? А как должно выглядеть не натуральное вино? Сижу на горе, это очень хорошо сказано. А что такое не натуральное? Извини, пожалуйста, там один был вопрос, откуда у вас ослик появился в хозяйстве? Ослик приблудный. Ослик приблудный. Мы его нашли, он просто реально шел. Ослик проходил мимо. Проходил мимо, его приютили, и вот он теперь с нами. А возвращаясь к винам, Артур, если честно, вот мне надо просто, чтобы ты как-то взял мне и рассказал, вот есть вина натуральные, а это не натуральные, чтобы я понял. Надо мне объяснить, что такое не натуральное вино. Вот тогда я могу точно ответить, нравится ли мне натуральное или нет. То есть если считать, если считать... Не натуральное, это когда ты вот вообще ничего не делаешь, оно само по себе появилось, ты ничего не добавил, просто разлил бутылку и продал. Это, знаешь, руки не оттуда, если растут. Я хочу сказать со своей стороны, что я к натуральным винам, которые вот как вот представлены, натуральные вины, я к ним отношусь абсолютно спокойно, но для меня очень важный вкус. Не болезни, которые в этом вине собраны в каждой бутылке по отдельности и представлять это как, условно говоря, натуральное вино и все, а что там во вкусе и так далее, это уже особо никого не волнует. Поэтому для меня важно в первую очередь качество. Если руки не оттуда растут у винодела, то представить его как натуральный винодел, натуральное виноделие очень легко. Ну да, оно вот само по себе там появилось. Я просто как папа проконтролировал и все. Ну, если честно, понятно, да, но мне пока еще такую технологию освоить не удалось, вот, пока. Вот, ну, можно попробовать. Я сразу задам, это будет апелласьон, не мое авторство, а, кстати, один наш с тобой у меня, скажем, знакомый. Это называется апелласьон Рюке из Жупе. Да, кстати, иногда у этого знакомого хорошие мысли были. Да, в общем-то, апелласьон Рюке из Жупе, вот, ну, наверное, я не могу. Так. Вот, но, на самом деле, по поводу Квевли, наверное, да, но, в общем-то, меньше, меньше, там, скажем, интервенций проводит винодел, но все равно, ну, скажем так, много вещей мы контролируем. Вообще, наверное, знаешь, я такой родитель строгий, и вот чем больше у меня появляются возможности, тем я больше и больше контролирую. Вот сейчас, вот за этот сезон, ну, за зимний, так сказать, стойбищный период, мы существенно подтянули свою лабораторную часть. Очень много, ну, сейчас не буду рассказывать не то время, но, поверь, мы очень долго разбирались с химией, с прочим, и сейчас вот та же самая Влада, как заправский лаборант, делает очень, ну, по сути, все анализы и точности, и их намного выше, потому что у нас понимание есть, что мы делаем и как. Не то, что, знаешь, вот в некоторых лабораториях, где купили яйцеобразные приборы, лаборант что-то доставит, что-то у него получается, она циферки записывает, отправляет. Вот получая вот эти циферки, я как Станиславский говорил, Влада, я не верю. После этого мы с ней долго разбирались, привлекали наших иностранных поставщиков, оборудованы лабораторно, в конце концов, все, разобрались, сейчас все четко, я четко знаю, как многие параметры вене. И вот, собственно, вот это вот говорит, что чем больше я это знаю, тем меньше мое вино становится натуральным, что ли, получается, если я четко, если я контролирую летучку, контролирую серу, контролирую еще кучу разных параметров, она что-то станет, да, то хуже, она станет менее натуральным. Нет, нет, оно будет натуральным, просто есть безобразные натуралы, а есть те, которые делают, во всяком случае, ухаживают за тем, что происходит, чтобы не было той же летучки. Это, по-моему, самый важный аспект, когда ты открываешь бутылку, особенно, когда она дорогая, ведь в большинстве своем натуралка, которая продается, она очень дорогая, там, от трех, там, и выше тысячи рублей, там, я вот пробовал, я пробовал и за 9, и за 10 тысяч рублей, которые, ну, причем, это цена компании, это не ресторанная цена, и в результате я был просто поражен, у меня было ощущение, что я пью какой-то забродивший, там, кинзимараулю, или кончикару, непонятный, с очень неприятными тонами, но она была представлена, как очень крутая, крутой натуральное вино. Ну, давай выпьем просто за тех людей, которые делают очень качественное вино, просто качественное, независимо, натуральное, ненатуральное, главное, чтобы оно нравилось. Да, Артур. Всем. Что оказалось сложнее всего в создании винодельни, не учитывая проблемы с эгоизмом? Все остальное легко. На самом деле, винодельня, а я, знаешь, как скажу так, а я еще не создал винодельню. Вот то, что сейчас, это черновик. То есть, это, по сути, реально так приспособленное помещение, которое, ну, она действительно функционально называется винодельней. Но это вот как вот, я считаю, что винодельня, это как инструмент, как там, не знаю, есть крипка страдивария, а есть там гитара из Моссельпрома. И та, и другая, вроде бы инструмент, но звучат по-разному. Так и здесь. Я не хочу сказать, что у нас винодельня не позволяет делать качественные виды. То есть, здесь разговор не о качестве, а о трудозатратах. Потому что много операций приходится делать вручную, неудобно, вот, но мы все равно делаем. А вот если сделать красивую винодельню, хороший инструмент, где будет тебе все удобно, то просто появится больше свободного времени, легче работать и появится больше удовольствия. Скажем так, больше времени останется на, ну, скажем, на творчество, а не на решение технических вопросов. Вот. Что касается, если говорить об организации, то, конечно же, самым сложным является, можно, вот все оборудованные, все можно купить и деньги тоже, в принципе, найти можно, хотя деньги не самая простая история. Это определиться все-таки со стилистикой, с концепцией и вот могу сказать так, что до сих пор мы еще находимся в неком таком поиске. По каким-то винам, по каким-то направлениям уже понимание есть, но где-то мы еще, скажем так, плаваем и стилистика наших вин еще будет меняться. Потому что винодельную, если делать винодельную для чего-то, там, для своих каких-то там целей, то это достаточно красиво здание, там, не знаю, фасада. А если ты хочешь сказать новое слово на букву, там, какой-нибудь А в виноделе, то ты должен оставить о себе след на рынке в виде качественного вина, а твой вини должен говорить. И здесь, вот, чтобы этого добиться, ты должен, ну, как-то определиться, что ты хочешь сделать. А ты уже определился с тем, что ты хочешь делать? Или пока еще в поиске? Вот, Артур, здесь смотри, какая история. Поначалу было все просто. Все казалось безоблачное. Давай сделаем такое мощняцкое вино, которое вообще там челюсти, зубами не свезешь и все такое. И ты знаешь, ну, сделали. И что? Теперь хочется другое. То есть, на самом деле, по мере развития, ну, скажем так, и представление, рынок немножко меняется, и мои личные представления о вине меняются. Вот сейчас, конечно, хочется сделать вино и мощное, и элегантное. То есть, вот, и с другой стороны, и белое хочется сделать, и такой, знаешь, хороший какой-то фенольный, ракцители, полновесный. В то же время хочется сделать какое-то легкое, цветочное вино. То есть, вот, как бы, скажем, желание множится. Поэтому стилистику еще ищем. Но, помимо того, что вы ищете стилистику, это же неплохо, когда в одном хозяйстве есть разные стили вина, разные характеры. Есть хозяйство, где независимо от того, и простое вино, и лишь дорогое, оно находится в одном стиле, ну, где-то чуть-чуть усложняется. Но все-таки хочется иногда разные вариации, поэтому если я беру одно вино, оно достаточно мощное, плотное, второе вино, другое название, другая марка, это, соответственно, это мягкое, элегантное вино и так далее. Это же очень круто, когда у одного хозяйства есть разные характеры, разные стили вина. Артур, полностью с тобой согласен, и как раз именно к этому мы хотим прийти, но просто, опять же таки, сказав, мягкое, питкое вино, это, скажем, общие слова. Здесь мы должны конкретно взять сорт, участки, сортовой состав, технологию, то есть, и подстроить это именно к нашему винограду, потому что, я тебе могу сказать, ты вот знаешь, наверное, лучше, чем я, виноград, один и тот же сорт на разных участках может давать совершенно разные винты. У тебя сейчас ЗГУ, правильно? Да. Ты планируешь ВЗНМП делать? Если честно, я опять сидел на горе и не понял, в чем это, так сказать, отличается. Пока... Выделить отдельные участки виноградников для того, чтобы именно подтвердить, что это вот именно из-за того. Знаешь, ну, наверное, это можно сделать, но если мне скажут, Андрей, а теперь что еще нужно отдельной лицензии на ВЗНП, еще третья, и надо заплатить все эти пошлины, тогда дону и нафиг того, что я. Это так. Рокацицеллий наш ответ Кортезе. Может попробовать его в Пьемонте посадить, задает Петров вопрос. Ну, я бы не сказал, что это Кортезе, нет. Мне что-то не кажется. Если честно, я бы, наверное, скорее сравнил Рокацицеллия с Вугавой, чем с Кортезе, потому что в Кортезе нет такой фенолистики. Ну, может, я просто плохо Кортезе знаю. Хотя, в общем-то, ну, сорт сам по себе довольно известный в Пьемонте, Кортезе, мало кто слышал, но я бы не стал. Кстати, Семен Соловьев пишет, Андрей, после нашего с вами эфира за красностопом люди приходят по второму разу. Ну, ты же приехал. Хорошо, да. Так, 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 у нас очень много вопросов. После отрицания всего советского мы потихоньку начинаем поворачиваться лицом к плодам советской селекции. Репинс, Рубиновый, Магарач, Цветочный в Австрии. А удачи вам с опытами. Я бы хотел сказать, что у меня нет и никогда не было отрицания советской селекции, потому что, как я тебе рассказывал, вот этот этап, там, ну, практически лет 7, я когда занимался своими северными виноградствами, я перезнакомился с очень многими советскими селекционерами, было в разных дней, ну, скажем так, уважение к их работе оно осталось. И, честно скажу, до сих пор есть желание покопаться в этом наследии побольше, может быть, что-то найдется еще. У меня, кстати, я так говорю про себя, так я про себя немножко ехидно, так скажем, хихикаю, потому что у меня действительно в коллекции сейчас появилось несколько сортов как раз из этой, так сказать, копилки, о них я пока говорить не буду, вот годика через два дам попробовать, тогда поговорим. Я напоминаю, что все эти вина можно приобрести на сайте купивино.ру, сделав заказ и дальше мы уже организуем, как это лучше сделать. И, соответственно, если интересно, звоните на номер 977-977-3977, это винотека Сомелья, из коллекции это все вина, которые у нас у меня в винном гиде и, соответственно, вина Собербаш у нас есть, кстати, те уже, которых, может быть, в большинстве магазинах нет. Так что специальные условия вы узнаете непосредственно о наших кавистах. Дрожжи какие используете? Гертруда спрашивает. Дрожжи? Ну, наверное, чтобы, так сказать, не показаться странным, я должен сказать, что они сами к нам прилетели, так сказать, из мирового, из природы, но на самом деле нет. Мы пользуемся все-таки чистыми культурами, и по большей части мы работаем с Лафортом, но и немножко используем и Эрбс Лед, дрожжи. Конкретно, ну, долго говорить, и, наверное, это не цель разговора, какие конкретно, с какими винами. Целая такая. Ну, да. Вина из-под Краснодара и вина из Рассвета отличаются ли тонинами или ароматами? Один и тот же человек не нравится. Один и тот же красностоп. тонинность, тонинность выше в Сабербаши в Рассвете более легкий вин получается. И еще планируете ли его автохтонный Рубин, голодрыгый, амурский? Нет. Это уже прошедший этап для меня, скажем так, я довольно, довольно, скажем так, как сказать-то, имел опыт, ну, не то, что широко, но имел опыт с амурскими сортами, гибридами амурских сортов, работая с ними в Подмосковье, у них, при их там достоинствах есть один существенный недостаток технологический, который мешает их нормально использовать в наших краях. У них, у всех амурцев, это генетически обусловлено, очень рано распускаются почки. То есть, вот буквально первые февральские окна, которые у нас могут быть там плюс 15-16, все, у них почка пошла, а возвратные заморские, мартовские, они убивают эту почку и, собственно, до свидания. То есть, для нас, для наших уставов совершенно не пригодят. И это была ошибка, кстати, советской селекции, то, что они выбрали амурцы. Елена Филипченко задает вопрос, Собербаш переводится как гора ведьм. Есть ли соответствующая атрибутика на винодельне или легенда только заключена в названии? Ну, метлы есть, да, в принципе, стоят там в углу, в общем-то. Можно взять и попробовать полетать. Но, на самом деле, эта тема, конечно, такая, на любителя не факт, что переводится, легенды могут быть разными. Вот, поэтому, с другой стороны, я могу перевести Собербаш как трезвая голова. первое слово переводим с английского, второе с турецкого и, в общем, получается. Так что, переводов у кого какая есть фантазия. Еще раз Елена задает вопрос. Самое волшебное и интересное время на винодельне. Ну, наверное, в каждом сезоне есть определенное. Если честно, то сейчас очень хорошо. И вот мне очень жаль, что сейчас, в начале мая, я не там, потому что там сейчас просто когда пробуждается природа, очень красиво и совершенно потрясающие вот эти майские рассветы. Вот. Вторая пора, когда действительно это тоже очень красиво и здорово, это вот мне нравится в июнь, когда самые длинные дни и, собственно, очень красиво заходит солнце как раз за Супербаш, туда дальше, очень красиво, там уже закат. У меня есть такая привычка, ну, не привычка, я беру с собой какую-нибудь там бутылочку гристовую, ну, не свою, потому что своего нет, и иду смотреть, как садится солнце. Ну, это очень круто, очень круто. А берут ли на виноделье на учеников? Ну, в принципе, если честно, мы не берем вот так учеников, потому что у нас штат полный и, в общем-то, у нас ни ПТУ, ни ФЗУ, вот, но на урожай к нам приезжают работники. Так. А планируется ли школа Артура Саркисяна? Школа есть, Вайн Пипл существует с 2006 года, поэтому можете туда обращаться, если что. Моя жена обожает Красностоп, Денис Фатко пишет. Мой прадед был винозаводчиком до революции, Мартиросян. Где можно поискать информацию? Ну, наверное, в интернете либо поспрашивать. Это отдельно, как бы, тема. Спасибо. То есть, культурные дрожжи. Да, культурные дрожжи. Да, культурные дрожжи. Хороший эфир, прекрасный гость. Таких бы профессионалов дал во все сферы деятельности. Спасибо, Денис Владимирович. Да. А хочется делать игристое? Ну, уже говорили. Да. В общем, а выращивание трюфеля планируете ли под Краснодаром подходящее место? Вы знаете как, если честно, у нас, во-первых, ослик растет. Коты очень, у нас живет семейный парк котов, они тоже размножаются, в общем-то, поэтому... И высадил для, скажем, для души, для себя несколько, ну, небольшой садик плодовых деревьев. Хочется, чтобы там какие-то росли и вишня, и персики, абрикосы, яблоки, груши. Владимир Гунько с нами. Привет, Владимир. Привет, Ваше мнение, будут ли российские вины продаваться в винных державах мира, или это нереально? Честно скажу, наверное, я скажу так, в принципе, как сувенир, как некое такое чудо-чудное возможно, но это не будет серьезным бизнесом. Нас там не ждут, во-первых. И на самом деле вот это очень серьезный вопрос, глубокий, потому что для того, чтобы Россия появилась в каких-то других странах, должен быть очень сильный маркетинг российского вина в целом. Не разросленные действия каких-то компаний, а это должно быть национальное агентство, которое должно много лет работать, продвигать саму идею российского вина на заграничных рынках. Артур, ты прекрасно знаешь, что все ведущие страны стали ведущими, потому что у них есть такие программы продвижения их формирования имиджа, как именно эти ведущие страны, а не те. я думаю, что у нас будет, дай бог, появится, и, конечно, на это нужны долгие годы для того, чтобы это делать, прививать культуру, а тем более, мы же говорим о неком новом, новой винодельской стране, для большинства европейцев Россия, как бы, понятие виноделия вообще не укладывается. Я вот делал очень интересную дегустацию в Италии, у него есть винный бар, у него много гостей, я приезжал туда, привозил порядка там шести вин, и они все просто были удивлены, что, оказывается, в России можно сделать, можно делать нормальные вины. Так, нужно завоевать свой рынок для начала. Я абсолютно согласен, но нужно не забывать, что какую-то часть параллеля нужно все-таки ввести внешнюю политику, то есть, что касается виноделия, однозначно, есть страны, с которыми, скажем так, которыми, наверное, было проще работать, потому что я знаю, что даже в Азербайджане, Казахстане есть свои виноградники, свои вина, но, тем не менее, российские вины вполне могли бы там тоже появиться. Но для этого нужны усилия, усилия по продвижению российских винов. Да, согласен, абсолютно. Ну, давай мы тогда перейдем к вопросу по поводу того, по поводу тех наград, которые были получены. твоими винами. Очень бы хотелось бы подробно, чтобы ты сам рассказал, чтобы я тебя не буду перебивать. Расскажи, пожалуйста, по порядку, как это все произошло. И потом ты же, помимо того, что поставили хорошую оценку, ты же еще ездил на различные мероприятия, где были представлены. Расскажи, пожалуйста, кто, чего, каким он был. Смотрите, история такая, в силу того, что есть опыты винодельня в Италии, там, в общем-то, довольно понятен прозрачный механизм, как ты попадаешь, как попасть на отборочный, там, скажем, тур в те или иные справочники, к тем или иным винным экспертам. Вот мне показалось, ну, собственно, наверное, было интересно попасть на отбор к Джеймсу Саклингу. Собственно, я знал, где у него находится, так сказать, другая его сотрудник, который осуществляет первичный отбор образцов. Отправил туда им вина. Это первый раз, это было, наверное, два года назад. Вот. И часть, к моему удивлению, часть вин была отобрана, и дальше уже дегустировал с личным Саклингом, после чего два из них получили действительно очень высокие, на мой взгляд, оценки, хорошая рецензия от самого Саклинга. На сайте у меня все это можно посмотреть. Это был Краснодор Презервный 2016 года и Афа 2016 года. Краснодор получил 90, насколько я помню, Афа получила 92 балла. Вот. Это был, конечно, так и для меня. 92 Афа в 2016 год получил, да. Вот. Это для меня являлось вообще просто огромнейшим таким стимулом работать лучше. Ну и, можно сказать, так пришло понимание со временем, что оценивается, что виног, ну, как, скажем, была возможность с Саклингом пообщаться, поговорить, просто, что мнение об этих виногах. Вот. Но вот вторая сторона этой истории в том, что Джеймс организует мероприятие как такие туры по Китаю, там, по Америке, лучшие вина, там, допустим, Италии, лучшие вина мира по версии Джеймса Саклинга, куда он отбирает вот эти свои вины, которые получили, там, больше 90 баллов. и мы получали приглашение, вот, участвовали в Гонконге, там, в Америку, участвовали с винами, ездили на эти мероприятия. Ну, для тебя это был праздник, признание? На самом деле, да, это было очень, это было очень лестно, потому что, ну, как бы там, когда ты с своими винами стоишь наряду, там, с Opus One, там, и всякими разными с Секаями и прочими, это, конечно, так, мотивирует здорово. Ну, правда, очень... Осталось немного, немного есть 2016 года Афы в наличии. Здорово. Вот, ну, а так... Я некоторое количество оставлю для того, чтобы потом попробовать, посмотреть, как они развиваются. Да, ну, кстати, вот Кабернефран тоже получил оценку, Кабернефран получил 90 баллов на 16-е год, тоже резерван. Угу. Так что... твои, твои види, ну, понятно, что оценки, это очень важно, ты больше никуда не отправляешь, не... Артур, если честно, здесь какая история, довольно хлопотная это. Я, может быть, потихоньку буду расширять, но, допустим, вот даже отправить Саклингу, это же нужно отправлять не по одной бутылке, сначала ты отправляешь в определенный ассортимент на первичный отбор, потом вина, если что-то отбирается, вина должна остаться, чтобы пойти к Саклингу, но вот отправить, я что-то не умею отправить, вот как она взял почту, там как в Италии отправил, там вызвал компанию, там какую-нибудь, и вина уехала, это я везу в чемодане в Италию, там из Италии отправляю уже, то есть какая-то такая довольно сложная история. А если с учетом того, что тебе придется все равно отправлять информацию, вина, отправлять различные конкурсы различным экспертам, может быть разум достаточно такое, нормальное количество сразу отправить тебе на винодельник, вебеку, а потом оттуда уже, в течение года. На самом деле да, да, ты прав, я, скажем так, скорее всего и поступлю, и безусловно, вот по мере сейчас восстановления нашей нормальной жизни, я, конечно, уже буду теперь расширять круг вот этих вот критиков и журналов, чтобы рассылать вину. Да, я буду этим заниматься. Слушай, а какой-то вот, мне бы все-таки хотелось затронуть в лобилку, что у тебя там происходит, и с учетом того, что эти вина, твои вина достаточно давно уже продаются на территории России, хотел бы узнать, что у тебя там, какая там ситуация. На самом деле они тоже работают, потому что это все-таки пищевая промышленность, вот, они ходят на работу, винодельня открыта, но абсолютно даже та же самая история, как и в России, закрыты все рестораны, закрыта вся хорика, поэтому продажи по Италии практически очень сильно упали. Но не в ноль, потому что там у нас есть и среди клиентов интернет-магазины, вот, но, а самое главное, что все-таки кое-какой импорт работает. Мы все-таки отправляем потихонечку вино на импорт, и не так, как в прошлом году, допустим, в тот же самый период, но все равно какие-то продажи есть. А с точки зрения работы виноградовской, винодельческой, там все то же самое, виноградники обрабатываются, вин с винами идет работа, так что все ребята на месте, все работают. А кто у тебя сейчас там винодел? Игорь Пушкасов, он давно работает с нами, вот, собственно, он начинал еще где-то в 15-м, по-моему, году или в 14-м, то есть уже и работает так же, с той поры и работает. А кто продает, дистрибутирует эти вины Лобиоковым? В России ты имеешь в виду? Или где? А, в России, ну, в России, в принципе, вот мы изначально исторически работали с Грешичем Гадаевым, с Вайнхоллом, вот, но год назад там была небольшая такая пауза, вот, но вино у Григория есть, и мы, честно скажу, что я надеюсь, что Григорий сейчас после всех вот этих неврядиц восстановит работу и продолжим. Есть еще в Питере еще одна компания, вот, небольшая, но они так, не очень активны. Ну, а там сколько ты производишь вина в общей сложности? Ты знаешь, если честно, то примерно то же самое, те же 120 тысяч бутылок сейчас. Но там у тебя, соответственно, там такие достаточно серьезные вины, и там тоже, я знаю, что они получают награды, да? Там, там, да, побольше, там на самые лучшие 94 балла у нас есть, это 15-й, это Крюбарол Монвильер 15-го года, 94 балла. Скажи, на Собербаш, если приехать, то люди смогут попробовать там итальянские вина твои? Нет, у нас там сейчас нет вина. На самом деле, это принципиальная позиция, или это... Не принципиально, просто не просто технически, их просто нет вина. Для того, чтобы их привезти, нужно, чтобы их сюда привез импортер, и мы купим импортера, и, в принципе, хорошая идея, я могу у Гриши там что-то сейчас есть, очень когда в Вайнхолле купить там какие-то образцы, и они там будут на Собербаш. Ну, я думаю, что это очень интересно и для продвижения, и с точки зрения того, что люди увидели бы у нас разные терруары, разные страны, но владелец один, такой, какой он есть, доброжелательный, всегда очень общительный. Значит, вино Собербаш презентовала тетя из Леона, ей очень понравилось, она знает толк вине, ее бюро переводов делает переводами, для этикеток Мутона, она хочет приехать на винодельню Собербаш в следующем году. Да, ради Бога. Отлично. Проводите ли вы дегустации для посетителей? Да, да, конечно. Это у нас есть целая программа, есть сотрудники, которые проводят дегустации, вот, но, естественно, что в этом году мы откроемся тогда, когда нам позволят наши власти. Какое ваше любимое вино на сегодняшний день, белое или красное, не из своего вина? Ну, знаете как, у меня любимые всегда и белое, и красное, и розое бывают любимыми. У меня, я могу сказать так, вот, прошлую субботу мне нравилось такое-то вино, там, или прошлым летом я с удовольствием пил другое вино, то есть сказать, что вот, люблю одно и на всю жизнь, с вином такого не бывает. У меня, я, видимо, ветреный немножко в этом отношении. Если говорить о сейчас, то вот, прям, на сегодняшний момент очень что-то у меня на празднике, вот, на вот этих вот, солнышко у нас в Москве проглянулось. Чудесным образом понравился Грюнер Витлинер, скажем так. Так, как-то так слышно, приятно. Микет, вы задаете вопрос, на который я отвечать не буду, потому что для меня этого человека не существует, вот, поэтому задавать Андрею этот вопрос я тоже не буду. Давайте без него, но мы говорим о хорошем, о прекрасном, поэтому дальше продолжаю, я уже на другие вопросы отвечаю. Это не значит, что я не вижу этот вопрос, я его вижу, я принципиально не хочу на него отвечать. Андрей, как вам представляются перспективы интернет-торговли алкогольной продукции в России? Ну, мне сейчас эта торговля представляется странным образом, потому что вроде бы запрещено, но в то же время какие-то продажи есть, но вообще я считаю, что то, что Россия тормозит с внедрением этого эффективного и современного способа продажи, а просто Россия засознает, зачем-то отстает, тормозит там, где, в общем-то, можно было спокойно не тормозить. Весь мир продает вины онлайн, везде это развивается, и по Италии я вижу, как там хорошо развиваются интернет-магазины, при этом они ни в коей мере не мешают работе и обычных винотек, это просто как дополнительный инструмент продаж, дополнительный канал продаж, вот, он удобен всем, и винодельням, он удобен и потребителям, я, честно скажу, не понимаю, какие-то странные доводы приводят, почему у нас это нельзя делать, ну, я голосую за... Это халатность, это халатность, это безразличие, это, ну, я не знаю, настолько надо быть, не идти в ногу со временем, чтобы вот эти вот вещи не внедрить, постоянно кто-то там что-то пытается сказать, в Министерство Здравоохранения против, кто против, да послушайте, занимайтесь своим делом, дайте людям возможность... Да, как у нас в здравоохранении, сейчас мы видим, как у нас это получается, пусть они занимаются действительно своими делами, а я, как пример, могу привести, я знаю несколько виноделин из долины Напы, которые 100% урожая продают по двум каналам, они продают своим клубным подписчикам и продают через интернет, все, у них нет никакого такого оффлайн-ритейла. Какая доля своего вина в личном выборе на столе? Ну, присутствует вино свое, да, я, честно скажу, пью вино, которое делаю, но иной раз не просто для дегустации, а просто, как вино, но стараюсь все-таки это, ну, как-то минимизировать, в общем, процентов, я бы сказал, наверное, 10. Андрей, а ты свои вина узнаешь, если вслепую будешь дегустировать, среди большинства вин? Ну, узнаю, конечно. Ну, я действительно, ну, большинство вин, но все-таки должен. Так, самый любимый город у Артура Саркисяна, самый любимый город, нет такого, я весь мир люблю, поэтому. Почему все говорят о том, что виноделие не приносит денег, но при этом вы, как и многие другие, этим занимаетесь? Хороший вопрос, Макс Макарович. Вопрос очень хороший, я могу сказать, да, виноделие, конечно, может приносить деньги, но вот я честно могу сказать, что вот эта ситуация с продажами этой весной, оно для нас, ну, ставит перед нами серьезный вопрос по финансированию, потому что требует, должны мы были получать деньги от продаж, продаж нет, соответственно, а сейчас сезон, вот могу сказать, порядка 4 миллионов, для меня 4 миллиона рублей будет стоить только средства защиты растений на всю нашу программу. Это только там малая часть затрат, вот, потому что средства дорогие, как правило, импортные, курс вырос, вот, а помимо этого еще куча разных других затрат, зарплаты, и естественно, что вот хорошо работающая винодельня, она зарабатывает, ну, ты можешь на ней зарабатывать, но заработок не будет фантастическим, то есть, ну, там, не знаю, допустим, если ты зарабатываешь на этом, там, 5-8 процентов, то и меньше, это уже, уже, наверное, хорошо. Вот, а почему, когда я занимался, начал заниматься виноделием, виноградом, я начал заниматься, потому что не заниматься я не мог, это то, к чему я рвался, к чему стремился, и это, скажем, многие могут сказать, какая глупая затея, тратить деньги, там, зарабатывать мало, плохие инвестиции, ну, возможно, я плохой инвестор, но, вы знаете как, виноделием занимаешься, если ты вот без этого жить не можешь, вот, собственно, этим я и занимаюсь. Виноделием, это другой образ жизни, абсолютно, другие ощущения, и было абсолютно правильно подмечено, что в нашей стране, к сожалению, зарабатывать на вине могут только, разве что, большие предприятия, были до этого момента огромное количество разливаек, а вот те, кто честные виноделы, которые занимаются качественным вином, пока для того, чтобы отбить эти деньги, еще нужно очень-очень много времени, чтобы прошло, и это очень сложный процесс. Это именно образ жизни, это ощущение внутреннее, когда ты не можешь бросить это дитя, понимая, что оно каждый год растет, и каждый год оно абсолютно разное. Кстати, я бы тебе хотел задать такой вопрос, а если бы приехал быть богатый дядя, как у нас это сейчас происходит, ведь у нас же на деле становится достаточно модным в определенном кругу, да, если к тебе приедут и скажут, мы готовы у тебя купить, продашь? Нет. Нет. Разве не будет зависеть от количества денег, которые предложат? Артур, ну, не знаю, я честно скажу, сейчас не готов, пока есть сила, есть желание, и хочется реализоваться. Хочется сделать, сделать такие вина, которые действительно будут продаваться, о которых будут говорить, и, честно скажу, пока я вот, пока могу, вижу пути, хочу это делать. ты знаешь, буквально, ну, в прошлом году, перед Новым годом встречался с человеком, я не буду сейчас называть винодельню, и задал ему вопрос, он покупал, купил эту винодельню, причем достаточно дорого, она шикарная, все очень хорошо, и он говорит, как ты считаешь, недорого ли я купил эту винодельню? Я говорю, посмотри немножко с другой стороны. Возраст виноградников порядка там 8 лет, винодельня шикарная, говорить о том, что ты заплатил много, я считаю, что ты вообще немного заплатил, потому что вопрос времени, здесь же временной диапазон, если бы ты сегодня захотел бы открыть новую винодельню, ну, построить хорошо, ты построишь там год-два, о винограднике, о время, как этот виноград вырастет, поэтому ты купил, по сути дела, время, сэкономить себе, и ты двигаешься вперед, это очень, очень правильная инвестиция, на мой взгляд, в любом случае, российское виноделье, оно будет процветать, и оно, у него очень большое будущее, и во всяком случае, я в это верю. Очень хороший вопрос задает Аля Ярощук. Добрый вечер, как соседи виноделы итальянцы относятся к российскому виноделу? Сложно ли завоевать их доверие? Ну, завоевать доверие пьемонцев вообще практически невозможно, конечно, они относятся, как все-таки страна цивилизованная, относятся с должным, скажем, уважением, но при этом, конечно, друзьями они и не станут. С ними можно работать, с ними можно нормально общаться, но вряд ли я стану членом их какого-то такого близкого круга общения, потому что довольно закрытая комьюнити, поэтому. это надо... нет, здесь нет. Ну, они, конечно, могут так, знаешь, слегка съехиться, что-то сказать, но все-таки деловая этика там на высоте. Но в то же время расслабляться не стоит. Я просто всегда вспоминаю, у меня, когда служил в армии, у нас был прапорщик, который постоянно стучал. И когда знали о нем, значит, ребята, солдаты, однажды выходит из строя такой очень интересный парень, подходит к прапорщику, говорит, товарищ прапорщик, тук-тук-тук. Поэтому я задаю вопрос, не стучат ли они. Я знаю, что во Франции это достаточно распространено, где соседи друг на друга стучат, если что-то не так сделал, пошли, пожаловались. У нас таких прецедентов не было, но, в общем-то, с другой стороны сказать так, что если ты там слегка зазевался, то тебе могут и продать подороже или на тебе заработать денежки, если ты там уже как не местный не очень во всем разбираешься. Здесь, конечно же, никто от лишнего своего гешефта там не откажется. Официальная продажа вин в регионы через интернет приблизила бы регионы к пониманию российского. Да, согласен абсолютно. Я за по-другому ваши вины не купить. До сих пор большие сложности из-за нелепых ограничений. Если в планах рестайлинг этикетки, например, связать тему с приблудившимся осликом, можно придумать классную этикетку. Галла Новикова, ну вы сделайте предложение, придумать там можно все, что угодно, а если у вас есть какая-то идея, то я думаю, что если вы отправите Андрею, она понравится, почему бы и нет? Скажи Андрею, да? Да, но тем более этикетки мы слегка модернизируем от года к году, вот, поэтому, в принципе, если будут хорошие идеи с усликом, почему бы нет? Виноделье это как воспитание любимого ребенка, соглашусь. Спасибо за эфир, очень приятный, думающий винодел, успехов вам во вашем нелегком творчестве. Зарема задает вопрос, Андрей, добрый вечер, большой, вернее, не вопрос, Андрей, добрый вечер, большой привет Марии, видишь, как... Занимаясь виноделем, можно стать миллионером, если до этого был миллиардером. Ну, это да. Отлично. Виноделы это фанаты своего дела, настоящие виноделы. Так, так, так. Всем доброго вечера, расскажите, пожалуйста, про сорт голубов. Мы уже рассказывали, будет в записи, вы сможете это дело обязательно прослушать. Когда разрешат, будете продавать по подписке продавать текущий урожай с довыдержкой в вашем подвале. Чего бы нет, да. Да. А еще раз по поводу голубка. Андрей, вы с итальянским проектом представлены на виноделле? Ну, конечно, мы участвуем на виноделле всегда. Ну, когда оно проводится. В этом году не участвовали. Не участвовали, но по понятным причинам. Потому что виноделли не было, да? Да. А Руслан Брагин к нам присоединился. Руслан, очень рад тебя видеть. смотрел твой эфир перед началом нашего эфира. Это как раз вот полугар, который выпускают ребята. Климат действительно меняется. Кстати, очень интересный вопрос. Елена Филипченко, вы прям претендент на мою книгу. У вас сегодня очень много вопросов было довольно интересных. Я думаю, что с моей стороны как раз уже угодил к завершению сам эфира. наверное, не то, что наверное, я думаю, что вы напишите мне пожалуйста в директ ваш адрес, куда отправить. И я уже организую отправку своего винного гида с автографом. Потому что действительно очень-очень активный. Да, я знаю, что вы очень хотите мою книгу, поэтому я вам обязательно ее пришлю. Кстати, вопрос, который был очень интересный, Макс Макаров задавал раньше. По вашему будущее российского виноделия за международными сортами или автохтонными? Что нужно делать с продвижением автохтонов? На самом деле я считаю, что здесь и автохтоны нужны, и нужны международные сорта, потому что здесь у виноделия судят не конкретно по сортам, а по общему уровню и, скажем так, по качеству твоих вин. Если кому-то из наших виноделов удастся сделать какое-то выдающееся вино из международного сорта, почему бы с этим вином не выстрелить в мире? А про продвижение России как винодельческой страны, это, безусловно, нужны какие-то свои сорта автохтоны, как локомотивы, но нужна в целом идея, продвижение идеи, что Россия исторически и климатически винодельческая страна. И уже там уже сорта внутри этой идеи должна быть. Спрашивают, кстати, в Крыму вы есть? Есть в Крыму продажи? А, в продаже есть, у нас есть, там есть в Крыму наши агенты, вот, поэтому, честно скажу, мы только начали работать, но вот случились потом вот эти вот события, поэтому съездить сам туда не успел, вот, по другости сказать пока не могу, но вот там вина наша есть. Этикетки Собербаш неплохи, не надо зоопарка на них устраивать, разве что на 15, ну вот видите, уже какой-то консенсус, 15, значит, Ослик-то может там придумать кучу легенд, Огромная благодарность за эфир, счастлива, что российское виноделие растет. Спасибо всем участникам эфира за интерес к винам Собербаш, еще раз напоминаю, вы можете найти, поискать в интернете, где можно приобрести, но можете зайти на сайт купивино.ру и вы увидите там много вин, в частности Собербаш, и кому ты планируешь вручить бутылку вина, какой тебе больше всего вопрос понравился? Артур, ну я не знаю, мне, конечно, заставил улыбнуться вопрос про атрибутику и название Собербаш, и вот про мед, вот там вот про атрибутику. Андрей, огромное тебе спасибо, я хочу спасибо Артур, вокальчик нашего с тобой. любимого напитка не всегда, но в очень приятное время, когда особенно это что касается дежестива, и просто посидеть приятно, пообщаться с приятным человеком. Я очень рад, что я для тебя сделал что-то такое интересное. спасибо, спасибо огромное. У нас с тобой еще впереди нарды, нам нужно с тобой познакомиться. Да, 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 чемпионат устроим по нардам. Да, так что огромнейшее тебе спасибо, больших успехов, дорогие подписчики, с нами был замечательный винодел, владелец винодельницы Бирбаш и Лобиок, Андрей Куличков. Будьте здоровы, не болейте, смотрите нас в эфире. Артур, спасибо огромное, спасибо всем, кто слушал нас, всем здоровья и пейте хорошие вина. До свидания. Все, пока. Пока.